Здравствуйте! Это программа Культура Хакассии. Меня зовут Наталья Чудина. И в ближайшие 10 минут я расскажу вам о главных событиях культурной жизни региона. Итак, мы начинаем. Хакасский национальный музей-заповедник приглашает всех жителей Хакассии совершить увлекательное гастрономическое путешествие. 6 августа на территории музея вблизи Казановки состоится традиционный праздник «Алтын-Ас» – золотое зерно. По сути, это праздник одного продукта – талгана, из которого хакассы могут приготовить сотни блюд, начиная с супов и заканчивая десертами. С организаторами «Алтын-Ас» постречалась наша съемочная группа. «Алтын» значит дорогой. Никакому другому продукту эпитет золотой хакассы не добавляют. Для простого обывателя талган – это обжаренный молотый ячмень. Для хакассов – основа национальной кухни и вдохновение для кулинарного творчества. «Талган – это хлеб для хакассов, но не только для хакассов, для многих народов Саяна Алтая». Праздник «Алтын-Ас» – мероприятие молодое, но организаторы уверены перспективное. В Хакассии и в России постепенно развивается гастрономический туризм. Путешественники всегда с удовольствием дегустируют новые блюда и изучают традиции гостеприимства. 6 августа в Казановку съедутся представители всех районов республики, чтобы накормить гостей десятками, если не сотнями блюд из талгана. На праздники будут присутствовать и представители общественного питания. Организаторы уверены – блюда из талгана должны присутствовать в меню республиканских ресторанов и кафе. «Талган – это универсальный продукт. Из него можно приготовить и первые блюда, и вторые, и десерт можно приготовить, и напитки с добавлением талгана. Поэтому он универсален, этот талган. И я думаю, что это только будет зависеть от желания тех самых владельцев кафе или ресторанов. Может быть, кто-то потом возьмет себе рецепт на вооружение – это кафе, рестораны или какие-то пекарни». На праздники можно будет не только поесть, но и стать участником кулинарного шоу «Под открытым небом». Блюда будут рождаться на глазах у зрителей. Секретами приготовления, пусть и не всеми, хозяйки будут охотно делиться. Алтын-Ас – это еще и семейный праздник. Занятия по душе найдут не только мамы и папы, но и дети. «В этом году мы планируем также для детей развлечения и типа конкурс организовать. Это поделки или лепка из талгана, из теста талганова. Но потом, чтобы эту поделку можно было, наверное, и съесть. И оценить можно было. И какой-то приз получит ребенок. Может быть, и взрослые захотят в этом поучаствовать». В прошлом году Национальный музей-заповедник посетили более 11 тысяч человек. Приезжают в основном за интересными экскурсиями и впечатлениями. Такие праздники, как Алтын-Ас, на территории музея проводятся только раз в год. «Люди, которые уже наслышаны и были, уже приглашают своих друзей, родственников, знакомых ехать и попробовать. Потому что некоторые блюда из талгана просто уникальные бывают. И вот пропустить это, я думаю, не совсем правильно будет. Пусть приезжают, дегустируют и пробуют, и себе на заметку возьмут. Многие, кто у нас бывал, они действительно говорят, что мы теперь дома готовим». Сегодня талган продается во многих магазинах республики. Но есть в сельской местности семьи, которые принципиально пользуются только ручными мельницами. Традиционный процесс изготовления самого талгана за сотни лет изменился мало. Понаблюдать и поучаствовать в рождении этого чудо-продукта можно будет на празднике Алтын-Ас. 6 августа в Казановке в Хакасском республиканском национальном музее-заповеднике. В Абазе прошел первый региональный фестиваль «Казачий круг», посвященный 25-летию возрождения казачества в нашем регионе. Праздник стал возможен благодаря финансовой поддержке Министерства культуры и Министерства национальной политики Хакасии. В фестивале приняли участие лучшие коллективы республики и Красноярского края. Четверть века назад в Хакасии начали возрождать казачество. Сохранение и развитие культурных традиций играет в этом процессе ведущую роль. В народных казачьих песнях отразилось миропонимание, героизм, любовь к Отечеству и вере православной. Все то, что составляет основу казачьей культуры. Казачья жизнь, казачья быта восходит в традицию, это выражается в песнях. Послушайте казачьи песни, сколько в них особой энергетики, сколько в них глубокого, глубинного, духовного смысла. Поэтому, конечно, это очень важно. Безусловно, культура, песня, музыка. Музыкальный фестиваль «Казачий круг» проводится в Абазе с 2011 года. В первый раз на сцену вышло около 100 исполнителей. Сегодня количество участников увеличилось втрое. Повысился и статус фестиваля. Возросло не просто количество участников, а качество исполнения, костюмы, песни, подача номеров. То есть, я думаю, что на сегодня мы достойно представляем республики в развитии казачества. На сегодняшний день в республике Хакасия 14 коллективов, из них 8 детских. И это говорит о том, что все-таки развиваться мы будем и в дальнейшем количество коллективов будет возрастать. В первом региональном фестивале приняли участие около 30 вокальных коллективов и 10 солистов. Выступали на сцене и семейные ансамбли. Все это идет из поколения в поколение. Мои родители, культработники, это моя тетя, это родной дядя. И это все закрутилось, закрутилось, поэтому сейчас вместе поем в ансамбле «Вольница». Мы любим очень петь. У нас вся семья. И родители пели, и дедушки, и бабушки пели. Кстати, будет аккомпанировать нам брат родной. Трио ветровых. Мы будем петь «Ох, гармошка, выручай», потому что без гармошки любая казачья песня. Не казачья. Не казачья. На сцене исполнялись казачьи песни не только те, которые были написаны нашими предками. Современные авторы и композиторы продолжают обращаться в своем творчестве к казачьей тематике. И все-таки в пляс ноги пускаются под проверенные временем мелодии. Ну и, конечно, какой же казачий праздник без виртуозного владения шашкой. После многочасового песенного марафона жюри определили лучшие коллективы первого регионального фестиваля казачьей культуры. Диплом лауреата в первой степени достался вокальному ансамблю Бейского района «Казачья воля». Второе место поделили между собой Абаза и Алтайский район. Диплом лауреата в третьей степени достался коллективам из Сеногорска и Абакана. 24 июля Национальная детская школа искусств отмечает свой 30-й день рождения. Детская музыкальная школа была открыта при Хакасской областной национальной школе в 1986 году. С этого момента для одаренных детей со всех даже самых отдаленных сел открылась возможность получать качественное музыкальное образование в Абакане. За 30 лет в стенах школы воспитали сотни талантов. Многие продолжили карьеру музыканта или художника и уже успели внести свой вклад в развитие культуры Хакасии. Дети на каникулах в коридорах школы искусств непривычно тихо. На свежевыбеленных стенах скучают музыкальные инструменты. Но ждать осталось недолго. В сентябре за Читханы и Хомесы сядут первоклашки и те, кто постарше. Педагоги отмечают, проблем с успеваемостью в школе искусств нет. Дети на генетическом уровне чувствуют потребность в национальной культуре. Интерес к национальным инструментам у детей очень большой, потому что когда мы принимаем детей на музыкальное отделение, то детки всегда спрашивают, а Хомес есть, а Читхан есть. Поэтому обучение идет очень хорошо в этом плане. Интерес огромный у детей. Сегодня в школе искусств обучаются 200 одаренных детей. Учебный процесс строится так, что с первого года обучения воспитанники участвуют во многих конкурсах и фестивалях, начиная с общешкольных и заканчивая международными. В этом году школу прославил Юрий Шалгынов. Он стал призером 15-х дельфийских игр в номинации «Народный инструмент». Когда я играю в концерт, мне представляются образы Хакасии, природы Хакасии. Я рассказывал эпос не словами, а музыкой. Я думаю, что я донес это музыкой до зрителей, и они поняли. Мы выложились на 100%, и у нас получилось занять первое место. Успехи школы – это успех педагогического коллектива. Музыке, изобразительному и театральному искусству детей обучают талантливые педагоги. Многие из них – заслуженные деятели искусств Республики Хакасия. Мария Сартыкова, Евгений Улыкбашев, Мария Чебодаева и многие другие. С такими учителями дети не просто получают художественное образование, они изучают культуру хакасского народа. В связи с возросшим интересом к национальной традиционной культуре хакасов, ведущим направлением нашей школы выбрано развитие этнокультурного компонента художественного образования. Для этого у нас в планы учебные включены такие предметы, как обучение народному вокалу, углубленное изучение культуры хакасов, хакасская у нас хореография. Свой юбилей школа отметит большим праздничным концертом. Правда, не сейчас, а в октябре. Как и полагается, на одной сцене будут играть не только ученики и преподаватели, но и выпускники национальной школы искусств, которыми она по праву гордится. На сегодня у меня все. Следите за новостями культуры вместе с нами. Увидимся скоро. Субтитры создавал DimaTorzok